В большом боссе ты играешь человека, который очень медленно впадает в небо. Он застенчивый, неуверенный в себе. Ты даже не ввязываешься в драке в ранних сценах из-за обещания, которое ты дал своей мате. Да. Да. Это немного похоже на тебя, или это просто экранная личность? Это определенная экранная личность, потому что как личность я определенно усвоил одну вещь в своей жизни. Кажется, что это жизнь самоанализа и самоочищения себя по кубицам день за днем. Дело в том, что у меня действительно плохой характер. На самом деле у тебя вспыльчивый характер. Так это определено. Некоторые люди, которых я изображаю, не воспринимают меня как уши. Как экран. Тебе придется страдать так, как страдали все киногерои. Вызовы от эксгибиционистов просят тебя драться, бросают тебе вызов на бой. Это уже начало происходить, не так ли? Да, так и есть. Как ты с этим справляешься? Когда я впервые изучал боевые искусства, я тоже бросал вызов многим признанным инструкторам и, конечно, некоторым другим вызывающим нью-йоркским авторам. Но что я узнал так, это то, что вызов означает одно. Какова твоя реакция на это? Как это тебя сейчас заводит? Если ты уверен в себе, ты относишься к этому очень, очень, очень вероятно. Потому что ты спрашиваешь себя, действительно ли я боюсь этого человека? Или это мужчина? Есть ли у меня какие-либо сомнения в том, что он собирается заполучить тебя? Но если бы у меня не было таких сомнений, и если бы у меня не было такого чувства, я бы, конечно, отнесся к этому очень легкомысливым. Точно так же, как сегодня идет сильный дождь, но завтра снова выглянет солнце. Это похоже на что-то в этом уровне. Конечно, они не могут проиграть, бросив тебе вызов. Даже если они проиграют, они получат известность как парень, который на самом деле задавайте посмотрим правде в глаза. В Гонконге ты можешь подраться. Драка в баре без дома. Это так? Это законно? Это не так, не так ли? И для меня ты многое видишь. Мне нравится бросать вызов и все такое. Это. Я узнаю последнее. Я всегда узнаю последнее, чувак. Я всегда узнаю из газет, от репортеров, прежде чем лично пойму, что, черт возьми, происходит. Насколько твоя экранная личность на самом деле это так? Ты преподаешь боевые искусы. Ты, очевидно, очень хорош в этом. Но, конечно, учителя не всегда являются лучшими представителями или практиками. Ты в состоянии позаботиться о себе? Ты бы сказал, что я спрошу, я отвечу на это. Во-первых, шутай, если ты не возражаешь. Если я скажу тебе, что я хорош, вероятно, ты скажешь, что я хвастаюсь. Но если я скажу тебе, что я никуда не гожусь, это будет ложью. Но ладно, возвращаюсь к тому, чтобы быть честным с тобой. Давай просто скажем так. Я не боюсь противника передо мной, что я очень самодостаточен, что они меня не беспокоят и что я должен драться. Я должен что-нибудь сделать. Я принял решение и все. Детка, тебе лучше убить меня раньше.